Добрый вечер! В эфире Вести Крачаев-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Ситуация в республике и меры по ее стабилизации. Было отмечено, что в республике набраны достаточно хорошие темпы по выявлению плановых показателей реализации приоритетных нацпроектов. Рашид Темрезов сообщил о готовности к намеченному на 4 декабря старту горнолыжного сезона на курорте Архыз. Сегодня составилась ежегодная конференция регионального отделения Народного фронта. Эксперты подвели итоги работы за 2020-2021 годы, обновили состав сопредседателей и утвердили общественные предложения по повышению качества жизни населения, которые будут направлены на рассмотрение главе республики. Альбина Ламкова продолжит. Формат подводимой итоговой работы регионального исполкома Народного фронта республики с утвержденными на конференции предложениями по повышению качества жизни населения с последующим направлением на рассмотрение главе республики дает положительный результат. Около 90% мы провели анализ, где-то около 90% наших предложений ложатся в поручения главы республики и в дальнейшем реализуются, исполняются органами исполнительной власти, органами местного самоправления. В состав значимых предложений этого года входит благоустройство городской среды. Будет обращено внимание на выявление недостатков в дворах, в которых идет преображение. Кроме того, было предложено пересмотреть и ряд нормативных актов, что поможет решить важные вопросы, в том числе по направлению реализации программы капитального ремонта, проблем жилищно-коммунального хозяйства. Не обошлись стороной представителей регионального штаба Народного фронта и тему здравоохранения и безопасности дорожного движения. Есть и те вопросы, ответы на которых должны дать результат до конца оставшегося года. Сейчас в процессе именно решения вопрос по первоочередному обеспечению жильем детей-инвалидов из нашего социального учреждения. Вы знаете, у нас есть одно социальное учреждение, и это решение не было принято до сегодняшнего дня. Благодаря тому, что прокуратура подключилась к этому вопросу, мы со своей стороны во взаимодействии уже и с Министерством образования, и с Народным собранием, с комитетом, с профильным. Я уверена, что в этом году этот законопроект будет принят. В итоге уже 8 человек из очередников будут обеспечены жильем с 1 января. В ходе конференции состоялось и обновление состава штаба Комиссии регионального отделения общероссийского движения Народный фронт за Россию. В него вошли 23 человека. Путем голосования произошли изменения в команде ревизионной комиссии. Прежним остался лишь состав сопредседателей регионального штаба Народного фронта. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 30 329 человек. Из них 26 152 выздоровели, 515 человек госпитализированы. Хочется пожить еще. Именно так объясняют свое решение привиться от коронавируса семейная пара долгожителей с Черкесском. Самую первую вакцинацию Максим Владимирович и Любовь Лукинична, беленькие, прошли в числе первых. Но сейчас пара почтенного возраста готовится к ревакцинации. Ахмат Халкечев подробнее. Мы с самого начала пандемии верили, что в нашей стране будет своя вакцина. Ну а когда уже прививочная кампания пошла в регионы, мы в числе первых записались на прививку, рассказывают беленькие. Это было в феврале, в первых числах, наверное, 20-го года. А седьмого нас уже пригласили на вакцинацию. Мы пришли, заполнили, как все это положено, анкету и получили первые уколы. Перенесли нормально. Я почти что не почувствовала. Макс Владимирович немного почувствовал. Температура поднялась. Уже известно, что вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Но у привитых заболевание протекает в легкой форме. Мы заболели, потому что Макс Владимирович где-то неосторожно пообщался. Видно, вот на улице, может быть, человек сам не знал, что он болен. Треть месяцев после вылезки. Не прошло. Не прошло шести. Прошло пять. Пять с лишним. Да. И мы, значит, заболели. Но мы перенесли легко. Нам не пришлось лежать под кислородом там долгое время. Мне немножечко давали, а Макс Владимирович нет. Болезнь хоть и отступила, пандемия продолжается. Нам уже пора на ревакцинацию, но в силу почтенного возраста идти самим пока не получается. Ситует пожилая пара. Ревакцинация – это напоминание иммунной системе человека о том, как бороться с инфекцией, против которой она делается. У меня мать медик, значит, я до этого уже представлял, что такое уколы, что такое вакцинация прочее. А сейчас вот ждем ревакцинацию уже должны, понимаете, но я идти туда сам не в силах, понимаете. Должны практически здесь провакцинировать. Я считаю так. 90 лет мне, понимаете. Долг каждого не ждать, когда настигнет беда, а оградить себя и своих близких от этой заразы, научив свой иммунитет, бороться с ней, уверены беленькие. Ахмат Халкетчев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. МЧС информирует сегодня до конца дня. Завтра в горах Карачаево-Черкесии выше двух с половиной тысяч метров. Лавина опасна. Жители гостей просят соблюдать все меры предосторожности. Ну а сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Продолжаем выпуск. Он внес неоценимый вклад в развитие и сохранение культуры Карачаева-Черкесии. Культурная и творческая интеллигенция республики потеряла одного из профессиональных знатоков и исполнителей народных песен Алихана Ахияевича Хабичева. Престоронне развитый, талантливый Алихан Хабичев с самого детства выступал на сцене и солировал в танцевальном ансамбле. В 1957 году поступил и успешно окончил Московский институт культуры. В течение 20 лет Алихан Ахияевич возглавлял отдел культуры Карачаевского района, после работал заместителем директора областного драмтеатра, директором госфилармонии, а затем руководителем управления культурой Карачаево-Черкесского обл. исполкома. Алихан Хабичев представлял родной регион на разных больших сценах страны. Музыкальная культура горцев имеет богатые традиции, бережно хранимые и развиваемые народом. Строилась она на фольклоре, отображающем обряды, охоту, труд, опыт, подвиги своих героев. Алихан Ахияевич дорожил богатым песенным наследием карачаевского народа, оставил большой след в культурной среде. К примеру, к свадебному гимну Карачаевцев Орайда в 80-е годы Алихан Хабичев записал песню в собственной аранжировке, подобрал текст. Как и десятилетия назад, эта обрядовая песня звучит и сегодня на каждой свадьбе. Алихану Хабичеву было 87 лет. Этот день не сломленных, целеустремленных людей, которые знают ценность здоровья и в жизни. В Республиканском отделении Российского общества слепых прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья и 25-летию образования Всероссийского общества слепых. На торжестве побывал Алихан Лепшоков. Это торжественный и необычный день, но с отблеском печали. Открывая праздничное мероприятие, руководитель Карачаево-Черкесского отделения Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик подробно рассказал всем собравшимся о деятельности организации за 25 лет. Люди с ограниченными возможностями активно участвуют в жизни общества и наша организация позволяет им проходить различные формы реабилитационных мероприятий, отметил Сергей Дубовик. У нас художественная самодеятельность, социокультурный реабилитационный комплекс, социально-психологический, детский, взрослый есть, есть реабилитационный комплекс с средствами спорта и туризма, оздоравливаем инвалидов, есть компьютерный класс, практически многое есть, большая структура, мало у какой региональной организации в России есть такие возможности. Это благодаря работе с правительством нашей Карачаево-Черкесии. Поздравила всех собравшихся с праздником начальник социальной защиты населения мэрии Черкесска Ольга Пряткина. Она подчеркнула, что в мэрии республиканской столицы создаются все условия по программе «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями. И даже в тяжелый период пандемии мы старались поддерживать вас. И сегодня мы желаем вам крепкого здоровья и счастья, отметила Ольга Пряткина. В этом году у нас совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства были выделены средства и осуществляется мероприятие как приобретение и установка светодиодного табло с речевыми информаторами в автомобильный и наземный транспорт общего муниципального назначения. В ходе мероприятия были отмечены знаками Всероссийского общества слепых активные участники организации. Также пришедшие гости отметили, что День инвалидов является напоминанием о тех, кто больше всего нуждается в нашей помощи и поддержке. Сегодняшнее событие, оно замечательное, но очень хочется, чтобы благотворительность в отношении людей, которые имеют ограниченные возможности, она была каждодневной. Чтобы те люди и те организации, которые имеют возможность оказывать эту благотворительность, чтобы они помнили, что это наша социальная ответственность, что мы должны это делать. После для всех собравшихся была организована концертная программа региональным отделением общества слепых. Али Халипшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас немало организаций и их сторонников, которые занимаются благотворительной деятельностью, выступают за улучшение условий жизни инвалидов. Известный в Карачаево-Черкесии волонтер благотворительного фонда «Территория милосердия» Руслан Байрамуков, организатор концертов, подарит добро детям и других мероприятий в поддержку детей-инвалидов. За активную помощь и участие в благотворительности за неравнодушное отношение к проблемам инвалидов Руслан Байрамуков награжден почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 90 лет радио, 60 лет телевидению и 55 лет кинопроизводству. Наши коллеги из Северной Осетии и сотрудники ГТРК «Алани» отметили тройной юбилей. Много десятилетий телерадиокомпания является одним из главных источников информации в регионе. Коллектив поздравили глава республики Сергей Миняйлой, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, депутаты Госдумы, а также руководители филиалов ВГТРК Южного и Северокавказского федеральных округов. Сотрудникам компании за многолетний добросовестный труд вручили награды за вклад в развитие североосетинского телевидения. Глава Осетии Сергей Миняйла вручил Рифату Сабитову медаль во славу Осетии. Было отмечено, что ГТРК «Алания» бережно хранит традиции, заложенные старшим поколением легендами осетинского телевидения и в то же время динамично развивается. Завтра на нашем телеканале в 8 утра очередной выпуск программы «Следствие СКР-09». Это все вести. Удачи и хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!